ЛЕКЦИЙ НА РАДИО 1 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 Для больших линкоров и дредноутов он был, конечно, непроходим. Итак, в сентябре немцы спланировали операцию по овладению островами Манзунского архипелага. Для этого ими были выделены крупные морские и сухопутные силы. В состав морского отряда входил цвет кайзерского флота. Его основу составляли 11 дредноутов. Из них 9 кораблей типов «Кайзер» и «Кюник», по 10 12-дюймовых пушек, один линейный крейсер «Мольке» и гордость кайзеровского флота, линкор «Байерн» со 7-ю 15-дюймовыми пушками. Один снаряд такого орудия весил 750 килограмм. Ничего сопоставимого у русских в тот момент в Рижском заливе не было. Еще помимо этой бронированной линкорной армады, кайзеровский отряд был усилен 9-ю легкими крейсерами, 66-ю миноносцами. В его составе имелось 94 самолета и 9 цепелинов. Таким образом, весь состав морских сил вторжения превосходил русский Балтийский флот минимум в 2,5 раза, не говоря уже об отряде морских сил Рижского залива, которые русские могли ему на какое-то время противопоставить. Для собственного десанта на острова немцы выделили 42-ю пехотную дивизию, усиленную штурмовыми инженерными подразделениями-батальонами. В ее состав входило также 40 орудий, 220 пулеметов и около 80 минометов. Это была мощная боеспособная сила, которой противостояли на острове Эзель около 13 тысяч русских солдат, в серьезной степени поточенных эволюционной пропагандой, не желающих воевать и совершенно немотивированных к продолжению какой-либо вооруженной борьбы. Совершив скрытный переход из Германии, это Казеровская морская сила и транспорты с войсками, утром 12 октября мы будем оперировать датировкой новой, хотя в то время в России применялся юлианский календарь. Итак, 12 октября на рассвете германские линкоры «Дредноуты» выдвинулись для занятия огневых позиций и нанесения артиллерийского удара по двум русским береговым батареям, в которых имелось всего-навсего 6 6-дюймовых пушек, то есть, грубо говоря, вооружение не самого лучшего легкого крейсера. Быстро подавив эти огневые средства, немцы образцово привели высадку в бухте Тагалахт и германские части начали активно продвигаться вглубь острова, разгоняя русские пехотные заслоны и, в конечном счете, очень быстро опрокинув русскую пехотную оборону, которая фактически рассеялась. После этого немцы быстро продвигались вглубь Эзеля, занимая хутора, мызы, небольшие городки. Таким образом, русская оборона острова фактически перестала существовать уже в первые часы после этой отважной и дружной атаки. Несмотря на то, что на сухом пути дела сразу приняли драматический оборот, флот гораздо более стойко и мужественно выдержал германский удар. Немцы для прорыва на Касарский Плёс через пролив Савелозунд могли выделить только силы корабельного отряда не свыше миноносца. Там же им противостояли русские миноносцы и канонерские лодки. Бои на Касарском Плёсе шли с переменным успехом, носили ожесточенный характер и затянулись на четыре дня. Германские дредноуты поддерживали свои миноносцы перекидным огнем с внешней стороны Эзеля, и одним из таких снарядов 14 октября был поражен русский миноносец «Гром», который лишился хода, постепенно наполнился водой и после эвакуации с него личного состава пошел ко дну. Это была первая потеря русских. Тем не менее, флот мог держаться, поскольку черед главных сил еще не пришел. Ситуация очень сильно осложнилась после фактического предательства, после матросского решения минного заградителя «Припять», который, отговариваясь плохой погодой, не пошел ставить мины в пролив Сайла-Азунт. К сожалению, революционное разложение начало давать свои плоды и на флоте, и таким образом матросские комитеты временами вмешивались в оперативное распоряжение командования, которому с большим трудом удавалось поддерживать порядок и способность на кораблях морских сил Рижского залива. Их возглавлял боевитый и проверенный флагман вице-адмирал Михаил Коронатович Бахерев, отважный и смелый человек, который выдвинулся еще в период русско-японской войны, в Порт-Артулин командовал миноносцем, впоследствии на Балтийском флоте командовал сначала бригадой крейсеров, затем бригадой дредноутов, и вот с мая 17-го года возглавил в лихую годину развала и лихолетия от морских сил Рижского залива. Бахерев понимал, что корабли с командами, в значительной степени ослабленными рельсовым разложением, не продержатся долго, поэтому его задачей всемирно стараться нанести немцам такой урон, понеся который они могли отказаться от выполнения своей главной задачи. Продержись русские несколько дней, и судьба германского вторжения становилась гадательной. Поэтому быстро и оперативно отвечать на изменяющуюся обстановку, выставлять активные минные заграждения, наносить немцам потери, которые и так уже становились немалыми, была его главная задача. И в этом контексте измена Припяти, конечно, очень сильно влияла на общую ситуацию. Другой большой потерей является фактически распад русской обороны на южном фланге Эзеля, на полуострове Сворбе, где стояла мощная четырехорудийная батарея из 12-дюймовых пушек. Этот калибр позволял бороться с дредноутами. Батарея имела фантастическую дальнобойность до 150 кабельтов, перекрывая сектора и возможности введения дальнего огня любого германского линейного корабля. Поэтому немцы придавали этому опорному пункту русских очень-очень большое значение. Они пытались бомбардировать батарею. Некоторое время их попытки успехом не увенчивались. Однако 15-го числа у настроения обороняющихся моряков на батарее Церреля произошел перелом. Три орудия были оставлены командами, только одно еще какое-то время эффективно отвечало, но к ночи перед полуночью 15-го октября замолчало и оно. После этого немцы, убедившись, что минные заграждения в Урбенском проливе уже не обороняются тяжелой артиллерии, приступили к интенсивному вытраливанию минных полей и осредоточили оперативную группу для последующего прорыва в Рижский залив. В эту группу входили два лучших дредноута – Кёник и Кронпринц, поддерживаемые двумя легкими крейсерами, значительными силами миноносцев и тральщиков. Войдя в залив, немцы рассчитывали уничтожить или выдавить через Монзунд выше Финский залив все оставшиеся русские корабли, а при попытке сопротивления уничтожить их. Силы были неспоставимы, поэтому немцы в успехе не сомневались. Единственное, что могло им помешать – это отвага и мастерство противника. Но вот с этим как раз и был вопрос. Сейчас прервемся, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем. У микрофона Сергей Евгеньевич Виноградов, старший научный сотрудник Центрального музея Уроженого Силы Российской Федерации. Итак, немцы сосредоточили группу прорыва у западного прохода через Абенский пролив. Протралив заграждение, 16 октября они ввели свое оперативное соединение в Рижский залив и стали медленно за тралами продвигаться к северо-востоку, ко входу в Монзунд. Здесь за минными полями находились главные силы русских. Линейные корабли цесаря Ивчислава, корабли, как я уже подчеркивал, старого до сусимского типа, и по составу главной артиллерии они уступали противнику в два с половиной раза, а если сюда еще включить и дальнобойность, то в целых пять раз. Дело в том, что только Слава могла сравниться с германскими линкорами по дальности действия ее артиллерийских орудий. Немцы били на 110 кабельтовых, Слава била на 115. Что такое 115 кабельтовых, для радиослушателей будет понятно, что если принять артиллерийский кабельтов за 183 метра, то дальность действия огня русского корабля составляла почти 21 500 метров. Это был серьезный козырь, однако он в какой-то степени нивелировался тем, что русские могли вести в бой только четыре орудия против 20 германских. Итак, утром 17 октября, после ночи, проведенной в охранении тральщиков и миноносцев, германский командующий решился на прорыв. Взошло солнце и явило замечательный тихий солнечный день. Так записал в дневнике очевидец. И действительно, похода благоприятствовала артиллерийскому состязанию. Очень медленно, не спеша, за развернутыми тралами, около 40 германских тральщиков и катерных тральщиков двинулись на север за тралами. Приходилось идти медленно. Тралы то и дело подсекали русские мины, которые приходилось расстреливать, либо отводить в стороны. Тральщики освидетельствовали полосу шириной около 800 метров. В это время германские дредноуты начали тихо втягиваться в протраленный проход. Слава открыла огонь по тральщикам, а потом перенесла его на линкоры. Германскому командующему приходилось считаться с риском получения повреждений с русского корабля. И при удачном выстреле, при удачном попадании был шанс на выведение немцев нанесением неприемлемого ущерба и таким образом на отказ ими от выполнения главной задачи. Накал артиллерийского состязания был очень острым. Времена метральщики скрывались за стеной воды от разрывов артиллерийских снарядов до 50 метров высотой. Эта величественная картина надолго осталась в памяти всех, кто был при этом сражении. Текли минуты, часы и перед полуднем немцы были вынуждены отойти для перегруппировки. Слава опустилась южнее и принесла огонь на германские дредноуты, которые вынуждены были на некоторое время отойти. О чудо! Старый русский броненосец обратил, ну не в бегство, а вынудил к отходу два крупнейших бронированных корабля Казировского флота. И такой факт имел место быть. Командующий поблагодарил экипаж Славы Царевича, гражданина, за отличную стрельбу. Команды получили время обедать, однако обед не прожлился долго. Перегруппировавшись, немцы снова пошли на прорыв. Тральщики делали свою боевую работу с упорством и настойчивостью. Германский флагман на Кюнинге терпеливо ждал, когда можно будет войти в протраленный участок. И этот момент настал. На большой скорости оба германских линкора преодолели 4 мили, развернулись бортом к противнику и начали осыпать русские корабли градом тяжелых снарядов. Слава медленно отходила на север, однако сразу получила падение кучного залпа, из которого три снаряда попали в корабль. Один попал ниже в атерлинии и проделал огромную пробоину в подводной части в несколько квадратных метров. Немедленно десятки тонн воды начали с ревом вливаться внутрь корабля. Несколько моряков, находившихся здесь на боевом посту, в панике бросились в соседний отсек и забыли за собой закрыть водонепроницаемую дверь. В носу корабля очень быстро набралось до 2000 тонн воды. Корабль сел носом, накренился на левый борт. Для его спрямления, чтобы продолжить боевую работу, были заполнены отсеки в кормовой части по правому борту. Корабль сел прямее, однако в связи с тем, что он принял очень много воды, осадка его увеличилась почти на полметра. Скорость существенно упала. Тем не менее, Слава продолжала сражаться. К этому моменту на ней действовала только одна кормовая 12-дюймовая башня. Поскольку в носовой башне вышли из строя оба орудия в связи с выходом из строя обоих затворов 12-дюймовых пушек. Осыпаемая германскими снарядами, Слава медленно уходила на север. В этот момент в нее попало еще до четырех снарядов, которые вызвали обширные пожары и разрушения. Тем не менее, экипаж работал хорошо. Под руководством офицеров моряки тушили пожары, заделали пробоины. Правда, следует сказать, что примерно полторы сотни молодых моряков, бывших христианских парней, призванных только в 17-м году из запаса, сгрудились на верхней палубе, потеряв дисциплину и взывая о помощи. Но в целом старые моряки не позволяли кораблю выйти из боя и не дрогнули в бою. Цесаревич, тоже осыпаемый снарядами, медленно сдвигался на север. В него попало два германских снаряда. Там тоже активно боролись с повреждениями. Но было ясно, что противостоять шквалу германского огня старые русские корабли не в состоянии. Они медленно уходили на север. Спасло их то, что немцы, опасаясь дальнейшей минной угрозы, встали и продолжали стрелять по русским, положившись в данный момент на свою артиллерийскую выучку. Это в какой-то степени спасло. Через полчаса примерно русские вышли из зоны действия германского огня. И командующий русскими морскими силами Бахерев понял, что сражение не удастся выиграть. Немцы не могут быть задержаны. И в связи с этим осталась только одна возможность спасти русские корабли. Это отвезти их Манзунским каналом на север. А Славу, которая продолжала медленно погружаться, оставить на фарватере и загородить ее корпусом путь для немцев на север. Постепенно все корабли втянулись в канал, Славу подвели ближе, она приткнулась носом к бровке канала, села на дно. До сих пор историки дискутируют, была ли затоплена Слава в канале, либо она не дошла до него. Однако факт остается фактом. Корабль сел на дно, после этого были зажжены подрывные фитили у пиропатрона в кормовой башне. Колоссальный взрыв разворотил корпус линкора в кормовой части, и Слава окончательно превратилась в железную развалину, совершенно непривлекательную с точки зрения боевого приза. Однако немцы, услышав этот страшный взрыв, совершенно не предполагали в тот момент, что русские подорвали Славу. Они сочли, что это взрывает составляемые артиллеристами погреба сухопутной артиллерии. Поэтому ближе к вечеру, 17 октября, было послано три миноносца, чтобы найти Славу и добить ее торпедами. Этим миноносцам не сопутствовал успех. Бахерев во воде русских холлов через Мазурский канал приказал заминировать водный район около него, поэтому немцы, совершенно не подозревая, налетели на это минное поле. Один миноносец подорвался, потонул, у второго серьезно была повреждена взрывом корма, гребные винты и рули перестали действовать, и третий миноносец, также сильно поврежденный, еле утащил его на буксире. Таким образом, в этом налете вышло из строя сразу три казировских миноносца, один был потоплен. Таким образом, Слава, которая уже не числилась в следе живых, хоть как-то поквиталась за свою кончину. Экипаж со Славу был снят, корабль еще долго находился в полузатопленном состоянии, пока в 20-е-30-е годы его окончательно не разобрали на металл. Так окончилась эта история, операция по борьбе за острова Мазурского архипелага. Русские потеряли миноносец Гром и линкор Слава. Немцы потеряли потопленными до семи миноносцев и тральщиков и поврежденными еще столько же. Именно накалу и решительности моряков в этом последнем для фактически русского императорского флота морском сражении следует приписать то, что Казир Вильгельм так и не решился прорваться далее в Финский залив к Петрограду. Через неделю там победила Великая Октябрьская социалистическая революция. На этом все. С вами был старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук Сергей Евгеньевич Виноградов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все области человеческого знания